Добрый вечер! Вы смотрите РТВД Ост-Вес, европейский информационный телеканал на русском языке. Меня зовут Мурис Гатман. Гутен Абент. Прямо сейчас в нашем эфире дайджест новостей. В ближайшие 10 минут. Американцы составили список друзей Путина, но от новых санкций отказались. А лидеры восточно-немецких земель выступили за отмену санкций в отношении России. Участники переговоров по большой коалиции договорились. Беженцы смогут снова привозить свои семьи в Германию. Но только в континентах. Сексизм в стихах? В Берлине решили удалить со стены университета стихотворение известного поэта. И оно тут же стало хитом интернета. Российские банкиры, металлургические и газовые магнаты, чиновники. Министерство финансов США выпустило новый санкционный список. В нем 100 с лишним российских чиновников и почти сотня олигархов. Что обозначает новый список и чего ожидать тем, кто в нем оказался. Поняли не все. Одно точно. Он не предполагает, что те, кто в него упомянуты, автоматически попадут под санкции. Как шутят в русскоязычных соцсетях, похоже на старый анекдот про телеграмму. Волнуйтесь. Подробности письмом. Издание «Медуза» пишет, что в том, что касается олигархов, Минфин США просто автоматически взял участников российского списка Форбс с состоянием более миллиарда долларов. Что касается чиновников, то в списке в полном составе российские правительства, глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин, некоторые чиновники уже и до этого были под санкциями. Почему они снова упомянуты в новом списке, непонятно. Вызывает вопросы и то, почему каких-то чиновников и олигархов американцы в свой список не включили. Среди неупомянутых глава Центробанка Эльвира Набиулина и Анатолий Чубайс. И это может им в итоге сильно навредить на родине. Православный государственный телеканал Тарград прокомментировал это так. Своих трогать не стали. Президент Путин сегодня же осудил новый, назовем его полусанкционный список и предложил всем россиянам солидаризироваться с чиновниками и олигархами. За каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, всех 146 миллионов занесли в какой-то список. В чем смысл таких действий, я не понимаю, резюмировал Путин. С тем, что все россияне теперь в каком-то американском черном списке, явно можно поспорить. Но с нечеткостью смысла таких действий согласны не только в ближайшем окружении Путина. Буквально накануне лидеры пяти восточно-германских земель заявили, что они вообще против санкций в отношении России. Поскольку те, мол, приносят убытки не столько Кремлю, сколько тому, кто санкции вводит. То есть и Германии тоже. Как отмечает Шпигель, Германия вообще в вопросе санкций за Крым разделена. Если на Западе отношения к санкциям, как и к аннексии Крыма, вполне определенные, то на Востоке политики больше чувствуют старые связи, а также возмушены тем, что за принципиальность приходится платить самой Германии. Так, премьер-министр Саксонии Анхальд Райнар Хазилов, член ХДС, называющий аннексию Крыма нарушением международного законодательства, считает при этом, что эффект от санкций день ото дня тает, а чтобы решить украинский конфликт, нужны, по его версии, не санкции, а новый методологический подход. Министр президента Меккенбурга Западной Померании Мануэла Швезик также заявила журналистам цитата «Мы, очевидно, выиграем, если смягчим обоюдные санкции». Глава Тюринги Бодо Рамело из «Партии левых» высказался наиболее ярко. В интервью тому же Шпигелю он назвал санкции «мертвой лошадью», на которой невозможно больше ездить. Это высказывание охотно подхватили российские государственные СМИ. По данным от декабря прошлого года, немецкая экономика теряет из-за санкций и антисанкций 618 миллионов евро ежегодно. И восточно-германские компании действительно страдают больше западно-германских, просто ввиду более тесных связей с компаниями российскими. Переговорщикам большой коалиции удалось сдвинуть главный камень преткновения – воссоединение семей беженцев. Как сегодня сообщила онлайн-версия журнала «Шпигель», главы ХДС и СТПГ договорились внести в Бундестаг законопроект, который содержит следующий пункт. Беженцы, получившие так называемый «субсидиарный статус беженца», в основном это сирийцы, до конца июля не могут привезти свои семьи в Германию. А начиная с августа в рамках программы «Воссоединение семьи» в Германию смогут приезжать не более одной тысячи человек в месяц. Плюс будут исключения для особо сложных случаев, так называемых по-немецки «хертефеле». Под «воссоединением семьи» имеется в виду, что беженцы, которые получили статус в Германии, могут привезти своих близких родственников, то есть жену, мужа и детей. Также несовершеннолетние беженцы могут привезти родителей и несовершеннолетних сестер и братьев. Это один из самых спорных вопросов в переговорах по будущему правительства. По сути, социал-демократы выступают за «воссоединение семьи», так как считают, что это способствует интеграции беженцев, но ХДС и особенно ХСС выступают против. Из-за этого в последние дни переговоры буксовали. Сегодня глава социал-демократов Мартин Шульц объявил о том, что данное решение – успех его партии. Но организации, которые помогают мигрантам, выразили свое разочарование. Система исключений для особо сложных случаев – не проблема. В прошлом году таким образом могли приехать всего 96 человек. И это не будет достаточно в будущем. Дети должны иметь возможность приехать к маме или папе. Дети должны быть рядом с родителями. В Германии не утихают жесткие споры о поэзии. Родина Гёте и Шиллера спорит о решении Берлинского университета имени Алис Залумон удалить стихотворение уважаемого поэта Ойгена Гомбрингера за его якобы сексистское содержание. Давайте посмотрим для начала, о чем идет речь. Вот оно, яблоко раздора. Гомбрингер, который родился в Боливии, он экзотического швейцарско-боливийского происхождения, писал стихи на разных языках. Это поэма на испанском. В переводе оно звучит так. Вроде бы ничего страшного нет. И сам университет в 2011 году даже вручил Гомбрингеру премию и решил увековечить его стихотворение на стене главного корпуса. Но в 2016 году студенческий комитет, так называемый АСТА, вдруг выступил против этого, изложив аргументы в открытом письме. Студенты раскритиковали стихотворение за то, что оно, цитата, «воспроизводит классическую патриархальную традицию искусства, в которой женщины – всего лишь красивые музы, вдохновляющие творцов мужчин». Кроме того, поэма по оценке студенческого комитета напоминает о сексуальных домогательствах, которым женщины подвергаются каждый день. «Стихотворение Гомбрингера, как они выражаются, служит напоминанием о том, что объективизирующие и сексуализирующие взгляды могут быть везде». Конец цитаты. Университет на прошлой неделе принял решение заменить стихотворение работой другого поэта, точнее, поэтессы. С тех пор не только сам 93-летний Гомбрингер в шоке. Он сказал в интервью Билд, что считает эту затею глупостью и зачисткой, а себя жертвой гендерной архтеории и неверной истолкованной политкорректности. Но и многие другие в недоумении. Федеральный министр культуры и депутат Бундестага Моника Грютерс назвала действия университета актом культурного варварства. Газета Die Welt обвинила университет в нападении на нашу культуру и свободу по всем фронтам. А немецкий интернет по-своему отреагировал и сотворил десятки адаптаций стиха, которые показывают абсурдность этого решения. Например, Али, Али и цветы, цветы и облака и так далее. Все нейтрально и для каждого вполне окей. Я один из поклонников. Или как вам это? Пап, пап и пиво, пиво, пиво и мужчины, пап, пап и мужчины, пап и пиво и мужчины и молчаливая поклонница. Наверное, противники этого стихотворения про Али, цветы и женщин не полагали, что реакция будет столь громкой. А может быть, мы с вами стали свидетелями вхождения первого испанского стихотворения в немецкий канон литературы? Гомерингер и раньше был известным поэтом, но теперь он по-настоящему знаменит. И кто знает, вдруг уже через несколько лет немецкие ученики будут зачитывать на уроках немецкого. Авенидас, Авенидас и Флорес. Флорес, Флорес и Мухерес. На этом у меня все. Завтра с главными новостями дня вас познакомит моя коллега Елена Астанина. А мы с вами увидимся в эту субботу в программе «Восток-Запад». Прямо сейчас Ольга Романова в программе «Пиэс Комменс», где она объяснит вам, как в Германии политика связана с выделением углекислого газа. Хорошего вечера, всего доброго и оф мидерзен.